Девушки отдыхают Семь-восемь назад В общем, первый и последний раз Сегодня у меня второе пришествие Тогда у нас для вас есть конкурс Сейчас посмотрим с вами на экран И будем показывать вам фотографии Задача определить Это музыкант, баскетболист Музыкант или баскетболист Баскетболист Правильный ответ, это Уилл Клайберн Прямо сейчас он разминался за нашей студией Я по плечам узнала, знаете Мне кажется, плечи у него такие Да, бандана Нет, не, все красиво Сейчас мы кое-что про вас узнаем поподробнее Так, это Никита Ай, да как вас провести? Невозможно Как меня провести на баскетбол? Никита Курбанов, отлично Дайте мне билетик Вы прекрасно справились Белагея, вы сценируетесь не только с красотой Но и с Россией Как и ЦСКА Скажите, почему ЦСКА? Как давно вы начали болеть за эти четыре буквы? Тоже, опять же, все началось с Саши Радулова Он тогда играл за ЦСКА И как-то так сложились обстоятельства А мне кажется, что потом уже я начала изучать историю клуба И, в общем, много лет болела и за хоккей И, в общем, за баски тоже Потому что, когда я смотрю по телевизору баскетбол Конечно, ну, как бы, насколько я понимаю, все равно Красно-синий самый сильный И, в общем, ЦСКА – это команда мечты Одна мечта – одна команда Повторники Шенгеля против Эфеса Ну как? Ой, ну круто! Давайте еще раз посмотрим Повтор И туда! О-о-о! Давайте, по десятибалльность Десять! Десять! Да, это очень круто! Следующий дамк Кольцо после Никиты Курбанова Вообще не факт, что успели починить Капитан команды, вы знаете Ну, я тоже можно десять? Тоже десять? Потому что я, конечно, честно признаюсь В тактике не сильна баскетбольной Это нормально, это звук Евролиги Значит, что матч все ближе и ближе Это значит, что нам пора искать свое местечко И, на самом деле, я жду крутых эмоций, конечно же И, чтобы мы победили И у нас новый гость Стендап-комик Продюсер женского стендапа на ТНТ Игорь Джабраилов Игорь, привет! Добро пожаловать к нам в студию! Насколько плотно вообще следите за командой? Блин, в последнее время получается меньше Потому что, ну, если было больше времени Вы бы меня сюда не позвали Потому что вы бы не знали, в чем я занимаюсь А вообще, ну, я стараюсь хотя бы увидеть результаты Ну, чтобы написать друзьям, там, поздравляю Много друзей болеют за ЦСКА? Мы в Шадринске играли в баскетбол, откуда я родом И мы все мечтали попасть в ЦСКА И так или иначе мы все следим все равно за командой Ну, то есть прямо сейчас мы в эфире Прямо под нами герб клуба Вы здесь попали в ЦСКА, считай? Я в ЦСКА В ЦСКА, получается? Получается, так Работу автора, сценариста, продюсера, работа за кадром С чем можно сравнить из мира баскетбола? Топ-менеджеры, наверное, клуба, которые именно отвечают за состояние вообще всего То есть мы должны следить и за нашими работниками, и за авторами, и за девочками, допустим, в женском стендапе За их и состоянием, и состоянием юмора Да И финансовым состоянием Неплохо То есть я думаю, что это, как называется, генеральный менеджер Да, ген-менеджер, спортивный директор Тогда в Европе Россия отличается от американского То есть это то же самое, как в баскетболе, правильно? Совпадение или закономерность? Закономерность Был период и в Европе, и у нас в стране, когда мы не могли развивать ни спорт, ни тем более юмор Потому что это было грустное время И вообще был другой строй И мы не могли развивать культуру В США развита и культура баскетбола, и культура юмора Да, вообще любая культура То есть это 50-60 лет И от этого они уже научились правильно его создавать А зритель научился правильно его принимать Сархан Морданов у нас в студии Игрок регбийного ЦСКА Спасибо, во-первых Во-первых, хочу пожать вам руку Во-вторых, спросить, как часто вообще смотрите баскетбол? Бываете ли? Баскетбол? Не могу сказать, что прям очень часто смотрю Но на матче ЦСКА не регулярно Ну, раз в месяц где-то могу прийти на игры ЦСКА-баскетбол Расскажите, как правильно называется ваша позиция на поле? Есть ли что-то похожее в баскетболе? Позиция моя называется нападающий, фланкер Похоже, многие говорят, что баскетбол – это контакты вид спорта Поверьте, это не контакты вид спорта Насколько похожи тренировки у профессиональных спортсменов? Регбистов и баскетболистов? Группы мышц, возможно, какие-то? Я уверен, что в зале мы примерно работаем над теми же самыми упражнениями и мышцами Это работа со штангами, постоянная, можно сказать Мощностная работа, уверен, в баскетболе этого очень немало Когда вы играете с друзьями в баскетболе, вы говорите, что уходим побросать Насколько трудно переключиться с этого овального мяча на круглый баскетбольный? Мне кажется, это какой-то стереотип, что очень сложно переходить с овального на круглый Потому что, я думаю, спортсмен во всем Мы можем выйти в футбол поиграть и в баскетбол покидать мячик Это вполне нормально И у нас в гостях прекрасная телеведущая Александра Лыскова Александра, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Вы не одна? Да, я не одна, я с куколкой Дело в том, что... Давай начнем с того, как ее зовут Ее зовут Рыжуля, пожалуйста, посмотрите Это, так скажем, талисман ЦСКА, который на самом деле бывает почаще многих других на выездных матчах И она-то баскетбола больше видит, чем многие, так скажем, живые люди Это куколка одного из болельщиков ЦСКА, преданных болельщиков Алексея, я думаю, его все прекрасно знают и очень часто видят на баскетболе Но вот так вот, сегодня она с нами в студии, не только я с тобой Мы знаем, что у вас не может быть любимчиков в команде ЦСКА Но, возможно, вы за кем-то следите чуточку больше, чем за кем-то другим Я скажу так, я за стабильность, как любая девушка Вот, и, наверное, говоря об игроках, мне очень симпатичен Фойтман Я обожаю игроков, которые, независимо ни от чего, свои 10-15 очков наберут Для меня самый стабильный, вот в данный момент ЦСКА, это именно Фойтман Погодите, вы выиграете ее в Канес Фойтман Так, да В Токсман, но при этом есть только Шенгеля Набрал 23 очка, получил рекорд своей личной результативности против ЭПСа А потом побил его, собственно, лежит, на следующей игре против Зенита То есть мне сейчас надо Шенгеля похвалить? Да Ну давайте его похвалим Я думаю, его не хвалить надо, а желать ему здоровья, потому что парень выпал на 2 месяца Это очень много И, конечно, вот он феерил и в матче с ЭПСом, да, который мы сейчас видим на экране И в последней игре с Зенитом, вот И его бы сейчас, да на площадку, что называется, он, наверное, вот сегодня со стороны просто будет смотреть В ощущениях, честно Я всю эту неделю провела вместе с семьей Алексея Шведова И, конечно, после того, когда ты знакомишься с семьей, когда ты узнаешь его детей, когда ты узнаешь его поближе Очень хочется, чтобы он выстрелил, чтобы наши съемки придали ему уверенности еще больше И сегодня за него, конечно, отдельно буду болеть 100% И после этого фокусом все равно, да? Да Я стабильно Следующий матч для нас, матч с Олимпиакосом Большое спасибо, что были в эфире Большое спасибо Александру Целеведущая Матч ТВ Это был невероятно приятный эфир Спасибо огромное Невероятно приятный разговор с женщиной, которая так хорошо разбирается в баскетболе А всех приглашаем смотреть трансляцию матча Спасибо, что были с нами Пока-пока Пока, счастливо